И всем, кто знает меня, и всем, кто не знает, и всем, кто только узнает, искреннее пожелание в этот рождественский день счастья, процветание душевного покоя, тишины какой-то душевной, шторма душевные убивают тело. Кстати, если говорить о соотношении души и тела, и о человеческом жизненном опыте, то хочу сразу сказать, особенно молодому поколению, жизненный опыт душу ничего не учат, потому что опыт накапливает тело, гены, а душа всегда остается в человеке такой, какой она была тогда, когда ты ее почувствовал в первый раз в жизни. Кто-то ее почувствовал в 15 лет, кто-то в 20, кто-то в 30 лет, после этого она консервируется, она становится константой, и эту константу уже никаким образом не поменять. И сколько бы тебе ни было лет, и как бы в твоей жизни на тело не било эта жизнь, не мучило, в душе всегда остается первоначальный протест, изначальное сопротивление жизненному опыту. Поэтому люди многократно совершают одни и те же ошибки, наступают на одни и те же грабли, поэтому люди совершают одни и те же глупости и одни и те же подвиги, несмотря на то, что тело сопротивляется подобного рода действиям и проявлениям. Сегодня православное Рождество, ортодоксальный праздник, ортодоксальной церкви, павильянскому календарю. Но для миллионов православных, которые себя так позиционируют, и для очень немногих, которые являются таковыми по сути, это действительно день какого-то откровения. Я хотел бы в этот день пожелать всем людям, которые меня окружают, которые когда-то в жизни со мной сталкивались, которые просто живут на Божьем свете, великого человеческого счастья, простого, мирского, бытового. Не надо говорить о каких-то заоблачных высотах, каких-то трансцендентных идеях, надо говорить просто о том, что человек должен быть счастлив. Для этого он существует, но при этом он проходить обязан и должен через определенные испытания, страдания, муки. Без муки нет светлой души, без боли нет настоящего счастья. Без черного мы не увидим белого и не оценим света Божьего. Я уже чувствовал на себе какую-то потребность что-то сделать полезное, важное, исключительное и всю жизнь сталкивался с диссонансом между этой потребностью и реальной жизнью. Я вот хочу, чтобы вы все такого диссонанса не испытывали, чтобы ваши потребности души восполнялись жизненным опытом и телесным, так скажем, здоровьем. И это было для вас гармонией, той самой гармонии, о которой каждый человек все-таки мечтает, несмотря на то, сколько ему лет. 20, 40, 70. Без разницы. С Рождеством Христовым, с праздником великим, с счастьем настоящим, с будущим счастьем, с любовью, с верой настоящей, потому что без веры, ну, пустота полная в душе. Ну, и, конечно же, крайне признателен буду, если люди, которых я обидел в своей жизни, совершенно неумышленные, я никогда это не делаю умышленно, я не умею умышленно обижать. Мимоходом так бывает, незаметно для себя. Простили и поверили в то, что я искренне желаю им счастья, того же, о котором только что сказал. С праздником Рождества, с православным Рождеством, с русским Рождеством, потому что оно только, в общем-то, русское 7 января.